Латвия за рубежом привлекла огромное внимание. К сожалению, сообщения нехорошие. Кришья Нискаринш. Латвия Савизи, Латвия. 12 марта 2018 года. Каждый кризис – это также возможность. Возможность что-то изменить. В последние недели Латвия привлекла к себе огромное внимание международной прессы. К сожалению, сообщения нехорошие. Они ясно выражают одну мысль – Латвия не справилась с коррупцией и отмыванием денег через свои банки. Раскрыт известный на протяжении многих лет секрет – Латвия. Центр отмывания денег между Востоком и Западом. Это суровое утверждение подрывает репутацию нашего государства, что, в свою очередь, отпугивает потенциальных инвесторов и замедляет развитие экономики в целом. Для улучшения общего, а не только нескольких банкиров, благосостоянием мы должны кардинально изменить этот негативный имидж страны, усовершенствовав надзор за банками так, чтобы грязные деньги не пытались проникнуть в Европу через Латвию. Фактически это означает полный отказ от модели бизнеса, которая делает Латвия транзитной страной финансов между Востоком и Западом. После восстановления государственной независимости банковская система в Латвии была создана абсолютно заново. Вначале законодательный надзор был слабым, и этим воспользовались многие, в том числе и отдельные банки. С течением времени наша банковская система разделилась на две части – банки, которые в основном обслуживают местных жителей и предприятия, и банки, которые созданы с целью обслуживания клиентов третьих стран – России, Белоруссии, Украины и других государств бывшего СССР. Разумеется, не все клиенты из третьих стран отмывают деньги, но в этом секторе риск намного выше. На это указывают также надзорные структуры. Отдельные банки именно этой группы получили наказание за нарушение, Самое тяжелое из них – аннулирование лицензии. Каковы приобретения и риски различных моделей банковского бизнеса? Один из аргументов в пользу банков, обслуживающих клиентов третьих стран – это как чистый экспорт, а именно, деньги и прибыль поступают из-за границы. Это правда, но в основном цель этих денег не вхождение в народное хозяйство Латвии, а использование предлагаемых нами транзитных услуг, чтобы затем деньги, надежно легализованные, направить в другую страну ЕС. Это означает, что прибыль, ограниченная, остается только банку, а государству в целом пользы мало. Однако риск для Латвии очевиден. Плохая слава, которую создает такая деятельность, отражается на каждом гражданине Латвии и на нашей экономике в целом. Позволять другим зарабатывать за счет сомнительных денег означает отпугивать желаемые инвестиции в другие отрасли народного хозяйства. Люди эмигрируют из Латвии в поисках работы, а если бы качественных инвестиций в экономику было больше, было бы больше и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Случай банка был особо губителен для нашей репутации, потому что тяжелые обвинения в систематическом отмывании денег прозвучали со стороны США. А не латвийской структуры по контролю за банками, комиссии рынков финансов и капитала, ФКТК. Если обвинения США являются обоснованными, это означает, что наши контролирующие банки структуры не справляются со своими задачами. В Европе крупные банки, включая Облф, контролируют также Европейский центральный банк во Франкфурте. Но согласно принятому в Европе порядку, отмывание денег контролирует каждая страна член ЕС, у нас, ФКТК. Случай Латвии вызвал широкую дискуссию во всех европейских институтах о том, как усовершенствовать надзор за банками, чтобы слабые контролеры не могли допустить наплыв грязных денег в европейскую банковскую систему. Пока в Европе будут дискутировать, как улучшить систему в целом, мы должны действовать немедленно. Во-первых, нужно провести полный аудит деятельности ФКТК, чтобы понять, что имело место неспособность или нежелание действовать с целью приостановить отмывание денег в отдельных банках. Во-вторых, со стороны правительства должен прозвучать ясный сигнал, что Латвия больше не будет центром транзита денег с востока на запад. Латвии нужны качественные инвестиции в экономику в целом. Сомнительный банковский транзитный бизнес препятствует таким инвестициям. Риск подрыва репутации слишком велик. Необходимо действовать. Криш Юнис Каренш, депутат Европейского парламента.